Всем привет с Рундинской набережной город Москва. Сегодня 1 июля 23 года и сегодня в парке культуры и отдыха имени Горького в ночь с 1 на 2 июля будут проходить балы выпускников и концерт посвященный этим балам. Я сейчас прогуляюсь до парка Горького, перейду с Рундинской набережной через Андреевский мост и посмотрю какая там обстановка. Конечно я понимаю, что та часть парка Горького, где будут концерты и непосредственно сами балы выпускников, будет скорее всего перекрыта, ну сто процентов будет перекрыта, но тем не менее я прогуляюсь, потому что необходимо гулять 2 часа в день, вот я планирую небольшую прогулочку. Предлагаю вам пойти со мной полюбоваться видами парка Горького, не скучного сада. И вот вы видите Фруйдинская набережная сегодня максимально перекрыта, запрещена парковка автомобилей на Фруйдинской набережной, также не продается алкоголь, это в связи с балом выпускников парки Горького. Но в Москве сегодня прекрасная погода после нескольких дней ненастья, когда было холодно, промоскло, шли дожди. Сегодня резко потеплело, погода очень приятная, 25 градусов, небо ясное, тепло, солнечно, плавают теплоходы по Москве реке, как вы видите. И вот мы поднялись на Андреевский мост, и вы видите такой прекрасный вид на Москва реку, слева Министерство обороны с его вертолетной площадкой, прямо по курсу это сам парк Горького, по левую сторону от моста и по правую нескучный сад. Давайте посмотрим, сможем ли мы попасть в парк Горького. Ну вот что я и ожидала, сегодня вход в парк Горького перекрыт со стороны моста, и нас всех разворачивают и отправляют идти, ну можно зайти только через нескучный сад, как бы со стороны Ленинска, вот вы видите стоит Росгвардия, всех разворачивает, потому что обычно здесь спуск, вот видите лестницы, тут можно спуститься как в нескучный сад, так и в парк Горького, но нам придется пройти чуть дальше, по этому мосту можно выйти на Ленинский проспект, но мы до него не будем доходить. Вот эта красивая арка ведет от Андреевского моста на Ленинский проспект, но мы до него не будем доходить, а спустимся в нескучный сад. А это старый добрый ресторан времена года с его прекрасной верандой. Этот ресторан очень старый, он еще с 90-х годов, здесь обычно проводятся банкеты, ресторан достаточно дорогой, ну тут нужно заказывать столики, но мы идем с с вами немножко более длинным маршрутом через нескучный сад в парк Горького. Прекрасные цветочки растут, не могу пройти мимо, ну и вот идем-идем-идем длинными аллеями, здесь конечно очень зелено, красиво, белочки даже иногда попадаются. Вот и приходим к такому интересному фонтану. А что это за фонтан? Вот такая девушка с кувшином. А этот фонтан в нескучном саду так и называется девушка с кувшином, сделан он в стиле социализма, а другое его название Ниреида и Эрот. В изящной чаше фигурного фонтана девушка с кувшином возвышается скульптура полуобнаженной девушки. Она держит в руках кувшин с водой и у ее ног сидит кудрявый амур, а чашу с ним поддерживают хвостами четыре огромные рыбы. Каскадный фонтан нескучного сада по праву считается одной из визитных карточек сада. Ну а мы с вами идем дальше в сторону набережной парка Горьковой. Как мы видим, проход к набережной сегодня закрыт в связи с проведением вала выпускников. Он также будет закрыт завтра 2 июня до 13.00, о чем нас предупреждает вот эта черная табличка. Так что Голицынские пруды увидимся как-нибудь в другой раз. Да-да, вот это самые Голицынские пруды, где обычно люди катаются на катамаранах. Сегодня здесь только одинокие агари. Ну, ничего страшного, мы сюда придем как-нибудь в другой раз. А сейчас свернем в сторону нескучного сада со стороны набережной. Вот вы видите, вот тоже прекрасный пруд. На нем расположено кафе такое атмосферное. Давайте сюда зайдем, я бы не отказалась от прохладительного напитка. Здесь ярусами расположены несколько летних террас, и на всех на них нет свободных столиков, но это нам не помешает насладиться такими прекрасными видами, которые отсюда открываются на пруд с лебедями. Да-да, кстати, кафе так и называется, Лебединое озеро Sven Lake. Вот нам даже посчастливилось видеть вот пару прекрасных лебедей. От нее невозможно отвести глаз, и я знаю, что увидеть белых лебедей, это всегда к счастью, к любви, взаимности, и чего и вам желаю. Вот они красавцы во всей красе. Вы плыли к людям, это белые лебеди-щепуны, как их называют, и, конечно, на них можно смотреть бесконечно. Кстати, бар называется Sven Lake. Это переводится как Лебединое озеро. Вот, такой бар. И, конечно, здесь все битком, все веранды закрыты. Ну, я нашла, конечно, у нас там, но налоги столько, что... Мы давайте пойдем дальше по этой прекрасной аллее. Мимо, опять же, проходим кафе «Времена года», где сейчас проходит банкет. Выпускники отмечают свой праздник. Идем в сторону набережной. Пожелаем выпускникам дальнейшей счастливой жизни, в счастливом мире. И вот вид, опять же, на этот пруд с лебедями. Лебеди сейчас немножко спрятались. А вот, кстати, вот эта арка с подсветкой, она достаточно новая. Ее раньше не было, ее установили недавно, и в народе ее называют арка желания. Якобы, если пройти через нее, то сбудется желание. Ну, и чтобы вы понимали, сегодня все серьезно с безопасностью. Вот вы видите, стоят вот такие вот автозаки, наверное, или что это. В общем, приняты все меры по безопасности, чтобы выпускникам ничего не угрожало. А мы с вами дошли до набережной, и здесь традиционно танцплощадки, где на нескольких танцплощадках, так называемых, open air, в теплое время года всегда происходят танцы. Люди танцуют. Вот на этой площадке латиноамериканские танцы. Дальше будет еще одна площадка, где современные танцы, и можно наслаждаться вот этой красотой. Сюда могут приходить танцевать все желающие, но обычно это люди, которые занимаются танцами, и здесь они оттачивают свои навыки. Также проходят мастер-классы, где можно обучиться танцам. Все это проходит в рамках программы московского долголития, насколько я знаю, я могу ошибаться. Ну и, конечно, все желающие могут присоединиться. Начинаются танцы обычно в 7 вечера в теплое время года, и до закрытия парка Горького до 10 или 11 вечера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прекрасного заката над Москвой рекой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Присаживаясь чуть-чуть на коленочку. Смотрите, ребята, больше у нас веса на задних ногах. Все поняли, что у нас задняя нога. Задняя – это которая чуть сзади находится. В моем случае у мальчика это левая, и у девочки тоже левая. Еще разочек встали. Маленький импульс на себя и от себя сели. Отлично. Какой из этого выход может быть? Во-первых, у меня к вам просьба ко всем. Когда вы ходите друг от друга, старайтесь не сутулиться, смотрятся не айс. Уверенный в себе человек должен быть более-менее с красивым, ровным спином. Отсюда можно просто либо подняться, просто встать и подняться. Раз, два, как в туалет. Сел, встал, сел, встал. А девочка может не просто так встать, встать, сесть. Она может через маленькую волну поднять бедрышко и подняться. Без моих намеков. Девочки, кто владеет искусством волны, можно встать волной. Кто пока не владеет искусством, пока просто поднимается. Давайте еще разочек. На себя, девочку. Отволновались, сели. Подняли к себе ее. Теперь, внимание, на себя. Освобождаю ей пространство. На плечики. Делаю плечики ей. Вниз, на себя. И отправили. А? И повернули. Вдруг прям в грудь, в грудь. В грудь смотрит. Стоять. На себя. Я освобождаю территорию. Подсаживаюсь. И отправляю ее назад. Во. Смотрите. Здесь такой момент. Чтобы девочка поняла, что ей надо вперед идти и вниз, я должна нахлобучить ее сверху вниз своими руками. То есть на себе нахлобучить, да. Вот так вот. Если я просто к себе поведу ее, это будет один момент. А если я сверху вниз и потом подниму ее. То есть вот такое движение. И потом я ее открываю. Мальчики, давайте вместе. Вот сюда. И потом открываю, чтобы она легла. Ага. У девочек что получается? Немножко сутулилась. Здесь разрешаю сутулить. Голову внутрь спрятала. Лопаточки приготовила. И пошла лопаточками назад. Потом отпустила голову. И вернулась к грудью на партнера. Когда я, говорит, собака подозреваю. Говорит, когда я пришла, и продолжит на него смотреть. Что происходит? Это очень приятно. Смотрите, партнеры, говорят, блин, что это? Поэтому ушла. Все. Раз, два, три, четыре и пять. Сторона. К себе. Шесть. Волнанулись. Семь, восемь. Будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ось. Все вернулись в семью? Сломалась? Не работает. Ну все, началось. Давайте еще раз уже поменяемся. Спасибо. Полюбовавшись на танцы, мы немножко еще прогуляемся вглубь нескучного сада. Здесь такие многочисленные развилки и аллеи. И можно гулять до бесконечности по этому лесопарку прекрасному. Здесь везде прогулочные зоны, скамеечки. И, конечно, много-много зелени. Конечно, это настоящий оазис в центре Москвы. Из-за этого я люблю свой район, что здесь вот такие прекрасные зеленые массивы. И мы с вами вышли на аллею лопухов. Это настоящие гигантские лопухи. И даже, вы знаете, я слышала такую шутку от одной проходящей женщины, которая сказала своему ребенку, посмотри, какие гигантские лопухи. Как в Чернобыле. Ну, вот эта шутка, конечно, это что-то. Вот такие ассоциации бывают у людей. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok